Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на новый канал! Меня зовут Антон Эс, и сегодня у нас мега интересные, суперскандальные сплетни и новости. Самые спорные сестры-близнецы, сиамские близнецы, как они исполняют супружеский долг. Детали их судебного разбирательства с мужиком, которая вышла за одну из сестер, а вторая просто рядом. Боже мой, это драма, и детали мы обсудим в деталях. Поговорим про нищебродское отношение к жизни жены Михалкова. Глубокая миллионерша, которая ведет себя просто как трэш-женщина. Поговорим, конечно, про тяжелые зависимости Вовы Селиванова. Конечно, поговорим про победу Дональда Трампа. Насколько мы чайники понимаем в этом, и что это принесет Европе и России, и, конечно, Украине. Поговорим про скандал с Иман Хилиф. Это та женщина, которая выиграла золото на Олимпиаде, а оказалась мужчиной. Боже мой, сегодня у нас мега скандальные сплетни и новости. Ну и вишенка на торте, конечно, Константин Эрнст, который ненавидит айфоны. И его рыдающая жена, которая на этот самый айфон всю эту ваханалию снимает. Схватили свои стаканы болинсяга до краев, полные кофе. Нам будет что сегодня обсудить. Давайте поговорим немножечко про лицемерие и ложь самому себе и всем окружающим. Мы, конечно, говорим здесь про господина Эрнста. Значит, я напомню, вот в это видео мы это обсуждали, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Эрнст тогда обрушился на создателя айфона Стива Джобса и сравнил его с лидером Германии 30-40-х годов. Что он там только не говорил. Я считаю, что айфон чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила мир человеческих связей. Мне вот эта вся история не отпускает, потому что я рожден в 78-м году. Я помню ту самую историю, когда ходили здесь, вот я сам из Эстонии. Ходили в телеграф, чтобы или дать телеграмму, или еще была другая история. Международные переговоры по Советскому Союзу сидели мы в этом терминале каком-то. И там люди вызывали, там по времени, будка такая-то, идите говорите. И моя мама говорила с бабушкой, которая в тот момент где-то отдыхала в Советском Союзе. Я не помню, куда эта вся история была. Вот так это все выглядело, да? И люди тогда просто были голодные, да? Общение с родственниками, которые на расстоянии. У Константина Энста все по-другому. Айфон, значит, уничтожил человеческие связи. И только благодаря айфону мы вообще перестали встречаться вживую. Ну, вы знаете, если дана была какая-то непонятная методичка, то этой методичкой нужно было нести. Какой же Джобс мерзавец? Кто бы мог подумать, да, дорогие мои? Помните, в свое время Дмитрий Медведев хвастался изо всех сил? Как ребенок радовался, когда Джобс подарил ему айфон четвертый, да? Призывную речь, значит, он толкнул на симпозиуме «Создавая будущее». Создавая будущее, Эрнст говорит, что телефон-айфон – это максимально вредная вещь, да? Надо было, дорогие мои, конечно, дожать Эрнсту и нападать не на Стива Джобса, а на Александра Белла, который запатентовал в свое время. Телефон-то было в 1176 году. Вот из-за кого мы потеряли живую человеческую связь и общение, да? Забавная здесь другая история, да? Айфон – продукт вражеский, продукт американский, который сливает информацию. Вообще, Эпл-овское все нужно запретить, и Гугл нужно запретить, потому что это вся американская история, которая неимоверно вредна скрипскому российскому уму, да? Где свои-то телефоны, господа? Где свои телефоны? Где свои разработки? В свое время Чубайс, дорогие мои, 10 лет возглавлял «Роснано». И все как в черной дыре. Сколько тогда у него было? 130 миллиардов бюджетных рублей исчезло в этой дыре, которая называлась «Роснано», которая сейчас объявила себя банкротом. Помнится, какие-то непонятные миллиарды были вложены в этой гнущейся экран. Но это вообще, это уже стало городской легендой, кринжа и клоунады. Знаете, что самое просто удивительное? Вот вам жена Кости Эрнста, посредственная актриса Софонька, да? Которая стояла рыдая, записывала этот бред, на что бы вы думали, на телефон, который называется «Айфон». Во всем виноват Джобс, во всем виноват Стив Джобс и все эти американские происки этих самых отвратительных людей из Европы, да? Ну, жена, снимающая этот самый кринж на айфон, это, конечно, дорогие мои, тема, которая вызывает огромное количество вопросов. Ну, а сам Эрнст, чем он лучший лидер Германии 30-40-х годов? Руководит каналом на телевидении, с которого льется просто сатанинская ложь и пропаганда с использованием гипноза. Как в свое время говорил Геббельс, дайте мне СМИ, и я с любого народа сделаю стадо свиней. Костя, ни тебе, ни с твоим этим самым свиным рылом лезет этот калашный ряд, который называется «Современные технологии». И не тебе критиковать. Легче всего раскритиковать, не имея ничего. В том нашем самом видео я спросил, а что создали Россию? Мне сказали, создали Калашникова этот самый, создали, что там они, ракету. Создали, я попросил, что-то не из-за вооружения, да? Что создали, чем пользуется мир? Радио, сказали, создали на территории России. Да, это все правда. Мы спросили, вещь, какую вещь? Вот вещь, которую в руке подержать можно, и вещь, которую невозможно уничтожить другого человека. Чем? Что конкретно было создано такое в России? Без всяких нападок. Я просто спрашиваю, дорогие мои. Да ничего не было создано, ничего. Даже скрепки, эти самые сырные лопаточки, они были созданы не в России. Поэтому, знаете, вот размышлять на эту тему, та себе еще история. А вы знаете, дорогие мои, здесь же скандал, который неимоверно долго длится. Значит, афера с паленными кремами и сумма со скидкой в 70%, да? Вы слышали эту историю? Значит, в свое время Лейсан Уктяшева попалась на эту историю. Значит, мошенники, наконец, сейчас добрались до жены Никиты Михалкова. Среди пострадавших селебрити также была журналист Карина Шарапова, жена режиссера Владимира Досталя-Мариан. Не знаю, кто такая, но тем не менее. Значит, о чем была речь? Им звонили и говорили мы из сумма. И звонили реально, насколько я понимаю, из сумма. И говорили, вот как стало известно, 77-летней Татьяне Михалковой. Написала неизвестная женщина, представилась гендиректором сумма. Она сообщила, что магазин проводит грандиозную ликвидацию брендов с бешенными скидками 70% из-за поврежденных упаковок. Якобы сам продукт не поврежден. Коробка и сама вот эта бутылка не повреждена. Но повреждена только внешняя оболочка, поэтому продать было невозможно. Значит, они уверяли, что все это оригинальное, и все это можно с 70% скидкой достать этим самым людям. Бонусом обещали подарок за рекомендацию знакомым. Татьяна Евгеньевна, жена Михалкова с этим немыслимым бантом, да? Значит, скинула подруге, та своим, и так по цепочке. И вот, значит, у нас что получилось. Все накупили косметики, сыворотки, кремы для лица и другое. Деньги за косметику переводили только на банковскую карту. Потом все по сценарию. Курьер пришел, повесил сеточку с этой элитной косметикой на ручку двери и уехал. Вместе с лакшери косметики дешевая паль. Директор Шацума пропала с радаров. Значит, пострадавшие обратились в полицию, чтобы выяснить вот эту ситуацию. Татьяна Михалкова не хочет выходить на связь. Повторюсь, и Утяшева, и вся вот эта вот богема московская попалась на эту самую удочку. Знаете, девки, у меня возникли вопросики, у меня возникли, да? Нет, я понимаю, невозможно стать богатым, когда ты не считаешь свои деньги. Деньги всегда любят счет, всегда нужна экономия, и при хороших скидках, а что нет? Можно и блинсягу выдрать, очень даже за бюджетную тему, кстати, как у меня сегодняшняя блинсяга. У меня есть мой байерский паблик, ссылка на него будет закреплена в комментариях. Заходите, достанем абсолютно все. По скидкам. Аутлеты. Называется аутлет. Идете в аутлет, вы получаете за 70% скидку ту же блинсягу или те же гучи. Вопрос не в этом, вопрос немножечко в другом. Вы серьезные тетки? То есть, я понимаю, я, да? Я маленький блогер, у которого небольшой доход, который все равно умудряется выглядеть хорошо и красиво, покупая оригинальные вещи, потому что скидки в аутлетах. Вся вот эта вот история. Но, в случае с этими господами Утяшева, которые не вылазят с телека, у Михалкова, которые вообще миллиарды осваивают. То есть, это глубоко долларовые миллионеры. Как нищеброды. Ведутся на 70% скидку кремиков для лица. Во-первых, зачем вам 77 кремики? Ладно, я сказал ересь, но тем не менее, да? Ну, не вернется ничего этими самыми кремиками. Но 70% скидку. И вот жены долларовых миллионеров, как ненормальные, да? Начинают сливать эти свои деньги преступнику, получая взамен паленую паль в поврежденных коробочках. И сидящие вот на этой кремлевской кормушке, дорогие мои, даже они пытаются свои эти деньги сэкономить. Милая моя, вам 77 лет. Хватит экономить, живите на полную и не позорьтесь на всю эту самую Ивановскую. Вы знаете, интересный момент про этого самого Вову Селиванова. А, кстати, про Вову Селиванова подождем. У меня вчера был шикарный стрим. Вчера, к сожалению, не было сплетен новостей. Я был абсолютно замутный человек. Вышел шикарный стримчик. Шикарненько пообщались со всеми вами. Спасибо огромное за донат. Спасибо огромное за общение. Было очень круто. По этой ссылочке можете пройти и обсуждать, кто пропустил стрим. И, конечно, завтра у меня будет классный вложик о моей жизни. И за прошлую субботу уходил вот этот вложик. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. И в эту субботу будет крутое гадание. Не пожалеете. Короче, подписывайтесь у меня везде. В прошлую субботу уходил вот это гадание на Таро. По этой ссылке можете пройти и посмотреть. Дорогие мои дамы и господа. Мы здесь поддерживаем малый бизнес. И есть просто замечательные ребята из M11, которые я поддерживаю уже не первый раз. И не так давно мы разыгрывали их восхитительного чуть ли не 40-граммового аквалангиста. Эту ту серебряную вещь, которую не разыграли. И выиграла я эту самую подвеску Мария из Беларуси. Мои поздравления, моя дорогая. Но девчонки настолько оказались благодарны нашему комьюнити сплетников за поддержку и добрые слова. Мы благодарили абсолютно всех, кто принимал участие. Подписан был на их инстаграм и на телеграм. Что они получили огромное количество слов именно в поддержке в сложный для их малого бизнеса период. И они решили ответить вам все в благодарности, милые мои. И разыграть еще маленьких уточек с бриллиантовыми глазками. Вы не ослышали серебряные утки с бриллиантовыми глазами. Настоящие бриллианты. У девки это просто огонь. Условие одно. Написать любой комментарий под закрепленным постом в их инстаграм. И подписаться на их телеграм и инстаграм. Я обязательно оставлю ссылочки на M11. Ребят, они абсолютно крутые девчонки. Они делают крутую ювелирку. И сейчас специально для наших сплетников и сплетниц. Розыгрыш 5 серебряных уточек. На следующей неделе это все разыграется. Серебряные утки с бриллиантовыми глазами. Обязательно подписывайтесь на их инстаграм. На их телеграм. Это все, что нужно. И оставить комментарий под закрепленным постом. Удачи вам, милые мои. Только для наших сплетников. 5 серебряных уток с бриллиантовыми глазами. На следующей неделе абсолютно бесплатно улетят к вам. Где бы вы ни находились на этой планете. Спасибо, милые мои, за поддержку малого бизнеса. А у кого есть еще малый бизнес и кто хочет поддержку от нашего комьюнити. Пишите ему, ассистенту Илоне. Ее телеграм будет в описании к этому ролику. Она обязательно устроит. И мы абсолютно бесплатно поддержим ваш малый бизнес. От всей души. Вот этим мы здесь и занимаемся. Помните, мы говорили про Вову Селиванову. Вот в этом самом видео. Актер из реальных пацанов. Он, значит, подал в суд на бывшую. Чтобы ему отдали полную опеку над ребенком. Мамаша дочери ничего не покупает. Денег хочет, да? Ну и вот у нас интересная сейчас история появилась уже от Пташки. Цитата. Я с этим. Пташка это вы, дорогие мои дамы и господи сплетники. Которые вы прилетаете в директ по моему инстаграму и телеграму. Или пишите моим редакторам из моего телеграма. Также вся информация оказывается в кармашке у папочки сплетников. Вот вам инсайт пишет Пташечка. Я с этим поганцем спала по работе. Он редкостный на этом самом торчок. Теперь уже перешел на похожее, но начинающее на букву М. Можете написать в комментариях, что произносить это нельзя на ютубе. О какой опеке речь идет, я не знаю. Чувак действительно зависимый человек со стажем. У меня нет слов. Какая же грязь. Каждый раз при разводе, каждый раз при каком-то разбежании вот этой вот публичной пары. У нас и имеется вот такая вот история, когда люди буквально в прямом понимании того слова сходят с ума, бьются за детей, занимаются подобным лод. А что в итоге? Папаша зависимый мужик. Мамаша сидит по словам самого Селиванова, она тоже зависимая, которая тратит деньги на себя. И вы знаете, вы скажете, а он говорит просто, что она зависимая. На самом деле она скорее всего независимая. Это просто его фишка, чтобы этого самого ребенка ей не отдать. Вернее, отобрать у нее этого самого ребенка. А вы знаете, я вам скажу такую простую вещь. Я считаю, что если муж зависимый, то скорее всего зависимая и жена. Особенно в таких парах, когда мы говорим про публичные пары, когда есть деньги, когда есть доступ к этим самым запрещенным веществам. Вся эта история, она очень-очень поганая. Потому что по статистике, дорогие мои, в такого толка парах зависимы оба. И вот смотришь на этих зависимых людей, что мамаша, видимо, из бутылки не вылазит. Что папаша, у которого из носа беленькая сыплется, да. И идет война за бедных детей. Бедные дети. Вы знаете, бедные дети. Здесь сложно вообще взять какую-то сторону. Но по факту, вы знаете, мы же давно обсуждаем эту самую вяло текущую, вяло играющую драму с Агатой Муценица и Прилучным. Сын Агатой Муценица, на данный момент известно, да, отписался от нее в соцсетях. И, конечно, сейчас сразу все считают, что это манипуляции Павла Прилучного и его новой жены. Но через суд же они сейчас решают, где этот самый Тимофей должен жить. А сам Тимофей вырастил желание жить с отцом. И вот мы сейчас подписчики считают, что решение за Тимофея принимает отец его новая жена Зипюр Брутя. И якобы это именно она ведет инстаграм мальчика. Отписка Тимофея совпала с днем рождения его отца. Павлу Прилучному буквально на днях исполнилось 37 лет. Скорпион. Ух, скорпион и страшные люди. Нет, я тоже скорпион. Я не могу сказать, что я прям страшный-страшный человек. Но мне вообще сложно характеризовать людей по знакам зодиака. Вот мне интересно, кто из вас верит. Нет, знаки зодиака верят, не верят. Вы родились определенное время. И вам приписывают цвет характера, который соответствует данному знаку зодиака. Вот мне интересно, насколько вы попадаете в классическую вот эту свою зодиакальную историю. Я не знаю, насколько я классический скорпион. Но, тем не менее, ну, по крайней мере, те скорпионы, кого я знаю. Поганцы еще те, и стараюсь с ними не общаться. Я даже пытался как с одним пацаном, скорпионом, начинать отношения. Ой, трэш-девки. Я списал это все, этот ужасный характер на скорпионе знак. Ну, не знаю. Я думаю, скорпионы, они все поганцы и, знаете, желчные и злопамятные, да. И вот сейчас считают, что сын Тимофей, это вот Агата Муценница, он подвергся влиянию его теперешней жены, самого Павла Прилучина. Вы знаете, сложная история, да. Если бы, вот с моей точки зрения, я оглядываясь назад, ну, ты же сколько тебе, 12 лет ему сейчас, нет, пацану? Или 11, или 13. Ну, уже не сказать, что прям вообще глупенький маленький мальчик, который не может сообразить вообще, как жить эту жизнь. Ну, правда. И если бы мне, что бы мне не говорили в свое время, в мои 12, 8, 7 лет, для меня мама была святое. Я был для мамы самый любимый сын. И моя мама, это была лучшая мама. И что бы мне не говорили, какое бы влияние на меня не оказывали, мама, это мама, для меня она всегда была и всегда остается на первом месте. И вот у меня вопрос. Если сын отписался, да, и он не хочет жить с мамой, Агата Муценница, ну, вопросики-то должны быть к Агате Муценницы. Если бы она была, ну, я логично предполагаю, если бы она была идеальной матерью, наверное, бы не было такой истории, как отписаться, и я не хочу жить с мамой, хочу жить с папой. А может быть, папа реально крутой? Может быть, как отец он крутой? Может, как муж он поганый? У меня вот это не отпускает меня. Поганый муж, это не равно поганый отец. Я, может быть, поганый муж был. Но для моих дочерей я самая лучшая папочка на свете. Это чистая правда. За дочерей голову откручу. Муж сегодня есть, завтра нет. Ну, правда, детки, я хороший папочка. А, возможно, для кого-то, для моих бывших, скорее всего, я поганый муж. Интересно, послушайте, ваше мнение. Вот в контексте, опять же, у нас много здесь разведенок, детки, никакого дисреспекта. Любимое слово Стаса Михайлова, разведенки. А вот вопрос, вот вы разошлись, все, мужик у вас добрым словом не вспомнить. А какой он отец? Вот он ушел от вас, отец он какой? Хороший? Плохой? Или вот для вас плохой муж? Ну, вот отец, как бы больно это не было признавать, он оказался хороший. Интересно, послушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Знаете, здесь же у нас выиграл господин Трамп. У нас Трамп взял победу. Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы. У Камела Харрис 226 голосов. Такие были вот на данный момент предварительные итоги Fox News. Значит, встретили они победу в его резиденции Мар-Ал-Лаго во Флориде. Поздравили ее все, от Зеленского до, прости господи, Бухова-Медведева. Понимаете, сложно судить. Вы скажете, а что ты лезешь в американскую политику? Да, вот ко мне уже русские говорят, не лезь в Россию, ты не живешь в России. Сейчас американские мои сплетники скажут, не лезь в Америку, ты не живешь в России. И вы правы. Но просто действие диктатора Путина, оно задействует, вот буквально оно задевает весь окружающий мир. И в то же время политика в Америке, мы живем не в отдельно взятом государстве, которое не соприкасается с окружающим миром. Мы живем в Европе, которая очень сильно связана с Америкой, дружескими, экономическими, огромная куча связей у Европы. И каждый раз, когда я слышал угрозы Трампа, мы закончим, мы выйдем из НАТО, пускай Европа сама по себе. Вы понимаете, для нас важно иметь Америку в союзниках, для нас важно, для европейцев важно иметь Америку не просто в союзниках, а в хороших дружеских отношениях. Когда нормальное налогообложение между нами, когда у нас все хорошо, вот здесь мы должны держаться вместе. И лично я, когда слышал вот эти вот все истории про то, что Европа останется сама по себе, мы выйдем из НАТО. Ну, конечно, скорее всего, это просто громкие слова, и внешняя политика США, она не изменится. Возможно, жизнь американцев, она улучшится с приходом Дональда Трампа на пост президента. Он уже пытался сделать Америку great again, да, давайте посмотрим на его попытку номер два. Но, тем не менее, вот сейчас Дональд Трамп у нас официально президент Соединенных Штатов Америки, новый президент Соединенных Штатов Америки. Мне понравилась вот эта вот история, что он сказал, что, вернее, Дерипаска же прокомментировала эту ситуацию. Он предрек обвал нефти до 50 долларов из-за победы Трампа. Значит, он прокомментировал на своем канале вот эту вот победу. В своей, значит, первой речи после победы на выборах Трамп обещал начать массовую разработку нефтяных скважин. У нас больше черного золота, чем у любой другой страны в мире, больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России, сказал Трамп. После этого заявление нефтемарки Brent рухнуло на 2%. И, значит, ситуация о чем? Ранее Трамп заявлял, что за 2-4 часа урегулирует украинский кризис. По его мнению, при цене нефти на уровне 40 долларов за баррель Россия не могла бы вести боевые действия, а нефть по 100 за баррель позволила Москве иметь большой военный бюджет. Вот посмотрим, каким образом Дональд Трамп будет выполнять свои обещания и заканчивать абсолютно безумнейший кризис в Украине, абсолютно безумную и никому не нужную войну в Украине. Мне очень интересно. По факту, что бы ни случилось, лишь бы не было войны. Это лично моя такая позиция. Посмотрим, как будет решать Дональд Трамп, который очень много чего обещал. Посмотрим. На самом деле, слушая комментарии специалистов, экспертов, ты понимаешь, возможно, для европейцев не так это все и страшно, победа Дональда Трампа. Но, как говорится, жизнь покажет. Мне интересно послушать мнение как наших сплетников из Атлантики, так и наших сплетников из России, и, конечно, из Европы, и из Украины. Что вы ожидаете? Потому что выборы в Америке, они все равно задевают общемировую вот эту политическую атмосферу. Я послушаю ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Помните абсолютнейшее безумие, да? Это когда сестры-близнецы, сиамские близнецы, здесь важная вот эта вот история, они выскочили замуж. Мы, конечно, говорим про Эбби и Британи. Это сестры Хэнсел. Сейчас они живут в родном своем штате Миннесота и работают в школе. Я напомню, одна из них выскочила замуж. Мы задавались многими вопросами, как супруги исполняют супружеский долг перед друг другом. Сейчас появилась у нас интересная информация. Значит, одна из сестер, которая не замужем за этим самым парнем, она подает в суд на сестру и ее мужа, потому что она не получает достаточно внимания. Я напомню, их тип сиамских близнецов, это редкий тип, называется близнецы-децефалы. У них одна кровеносная система и одна система органов нижней части тела. При этом одна из сестер управляет правой частью тела, а другая левой. Вы знаете, как они спят? Вот тогда эта тема была... Ну, это интересно! Ну, если уж вырвалась вот в мировой доступ этой информации, это интересно пообсуждать. Будка. Есть такая будка специальная. Часть будки ставится таким образом, что голова незамужней сестры... Девки, я без шуток. Голова незамужней сестры находится за пределами будки. Все остальное тело, включая голову, вышедший замуж, и оставшееся тело находится в будке. И таким образом мужчина исполняет свой супружеский долг. Я напомню, у них все ниже пояса и одна система органов нижней части. Здесь произошел конфликт. То есть сестра... Вы понимаете, вот куча вопросов, которые у меня в голове. То есть сестра, которая не замужем, она получает те же, в принципе, ощущения, что и сестра, которая замужем при соите. Но сестра, которая не замужем... Ну, голова. Мне интересна эта тема, блин. Она чувствует себя обделенной вниманием, и она чувствует изолированной себя вот в этом непонятном треугольнике. И вот сейчас она подняла с точки зрения юридических моментов, насколько он обязан уделять ей внимание так же, как и той сестре. Как это выглядит, я не знаю. Как это выглядит? Вот они как общаются друг с другом. Вторая эта сестра вот прямо здесь, ухо к уху. Как это происходит? Огромные вопросы, в принципе, к мужику. Я был в шоке, когда узнал о моментах, как вообще происходит вся история с супружескими долгами, долгами, отдачей супружеских долгов. Я считаю, что наша комьюнити-тема хорошо, что мы обсуждаем здесь абсолютно все. От внешней политики Соединенных Штатов Америки до того, как спят своим мужем Эбби и Бриттани Хэнсон. Ваши мысли. Вот мне интересно. Ваши мысли на эту всю тему. Значит, здесь у нас интересная история развернулась, да? Да, помните, был огромный скандал о алжирской боксерша Иман Хилиф. Значит, ее подозревали в том, что она мужчина. И вот сейчас она стала героиней нового номера журнала Vogue Arabia. 25-летняя чемпионка снялась в фотосессии авторства Тараком Абвада и рассказала о своем пути к успеху. На снимках она представила в андрогинных образах, и подбирать которые помогала стилистка Барбара Баумель. Значит, она призналась, что до того, как начала делать успехи в спорте, ей приходилось продавать хлеб на дороге, а также собирать пластик и металл. Душесчипательная история. Тема разговора зашел о скандале, в центре которой она оказалась, на Олимпийских играх в этом году. Напомню, что Иман заговорил весь мир после ее боя с итальянкой Анжелой Карини. Последняя завершила встречу через 46 секунд. И в слезах сказала, что ее никогда не было таких сильных ударов в жизни в ее карьере. Иман тут же обвинили в том, что она мужчина. Многие посчитали, что этот бой был нечестен. Потом было медицинское заключение, что у нее все хромосомы правильные, что нет в ней никаких мужских хромосом, что она действительно является биологической женщиной. И вот у нас сейчас новая абсолютная история на эту самую тему. Девки, выигрыш Олимпиаду боксерша оказалась мужчиной. В медицинском заключении Алжирки Иман Халиф указано на наличие у нее мужской XY хромосомы и наличие микроорганов, которые имеют принадлежность к мужчине. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Значит, МОК знали, что на самом деле Халиф является биологическим мужчиной, но все равно разрешили соревноваться с женщинами. Халиф выиграла все бои у биологических женщин и завоевала золото. И вот теперь опять же этот скандал всколохнул, потому что на самом деле это медицинские заключения, они не должны были вырваться в публичный доступ. Но получилось то, что получилось. Доказали, что у нее недоразвитые мужские органы, но по всем тестам у нее все хромосомы, у нее мужская XY хромосома. Вот вам, пожалуйста, история интересная, да? Это интересная история. Почему ее не поставили иметь бой с мужчиной? Ну почему? Или если она считает себя женщиной, но биологически она все равно, пускай в недоразвитом формате, а она мужчина, да? Ну пускай бы поставили ее тогда на спарринг с мужиком. Господи. Живем в интересное время. Вы знаете, я не буду сейчас вот скрипеть, как старый дед передед и говорить, о боже мой, в каком мире мы живем. Мне интересен этот мир. Мне этот мир интересен. Мне интересно в этом мире наблюдать абсолютно за всем. Мы живем во времена неимоверных изменений. Мы живем во времена неимоверных перетрубаций, когда абсолютно каждая ситуация, она уникальна, исторические прецеденты, все вот это вот все. Мне это интересно. Но в то же время я хочу справедливости. Я хочу какой-то логики в решении, как каких-то, не знаю, власть держащих, юриспруденцев, полицейских, все. Должна быть логика и должно быть что-то, что укладывается в голове нормального обывателя. Да я не прочь, что она биологически мужчина, которая дралась с женщиной. Я прочь того, что она дралась с женщиной. Пускай бы или были тогда бои между людьми, схожими биологически и физиологически с ней, или же пускай она тогда дралась бы с мужиками. Иначе это просто было какой-то трэш, поэтому она ее взяла. Золотое золото, она сильнее. Она физически сильнее. Как вам такое, милые мои? Ну и просто не отпускает меня. Есть такой адвокат Анатолий Кучерена. И вот он сейчас танцует со своей молодой женой. Бедный мужик, во-первых, да, синяя рожа. Вот-вот, наверное, о Кондрате хватит этого самого адвоката, да. Это круто, когда мужики самоутверждаются перед всем окружающим миром. Что, вот, посмотрите, какая у меня зажигалка-попрыгалка. И посмотрите, как здорово мы с ней танцуем. И вот, смотрите, я тоже еще есть порох-порохани. Это все замечательно, ребят, да. Для меня заканчивается замечательно и начинается незамечательно, когда начинается кринж и клоунада. Когда ты видишь настолько жуткую дисгармонию в парах, я верю, что имеет место на существование разница в возрасте. И у меня самого очень большая разница в возрасте с моим парнем. Мы счастливы, мы уже долгое время вместе, и все у нас хорошо. Для меня жуткая дисгармония, когда внешне пара, вот такой диссонанс адовый, да. Вот тогда сразу задаешься вопрос им про, а вот как выглядит настоящая любовь к деньгам. Вот как выглядит настоящее устройство в жизни, когда ты готова абсолютно на все, лишь бы устроить себе жизнь хорошо и танцевать вот на такой крутой террасе. Терраса действительно крутая. Мужика, повторюсь, вот-вот Кондрате хватит. Может, она этого и добивается, конечно, бы его Кондрате хватил. Но, знаете, кто бы что бы ни говорил, вот сидишь иногда, у меня сестра живет в Монако уже, наверное, 20 лет. Резидент Монако, арт-резидент у нее на 10 лет. Сейчас начнутся опять споры на это дело. Сидишь иногда около казино, сидишь и попиваешь там кофеек, пивасик, все такое, да. Знаете, я не имею права осуждать тех женщин, которые выходят из крутых Роллс-Ройсов, роскошные, действительно очень красивые женщины. И рядом выкатывается, вот не пойми нечто, да. Каждый устраивает себе жизнь по-своему. Вселенский вопрос. На что ты готова, на что ты готов, чтобы иметь хорошую, красивую жизнь? На что ты готов? Никакие компромиссы с собой лично пойти, чтобы вырваться в своей жизни, которая явно не достигает. Любовь, вы знаете, я вообще еще перестал верить в любовь. Вы знаете, вот с опытом, с жизненным опытом, я все больше и больше верю в такую простую ситуацию, что самые крепкие браки, они по договоренности. Ну вот правда. Любовь, она всегда уходит. И если вы попадаете в тот ничтожный процент, проценты действительно очень ничтожные, когда вы, милые мои, переходите из формата влюбленности, там через год, два, три, когда заканчивается эта любовь, там похоть, вот эта вся история, и начинается действительно дружба. Вот вы действительно те самые soulmate, да, души, нашедшие друг друга в каком-то ангельском этом анклаве. Вот тогда это понятно, но это же очень мало. Люди, живущие по расчету, вот там есть какие-то общие интересы, да, вот там есть какие-то общие прагматичные подходы к этой жизни. Вот, наверное, самые крепкие браки, они именно такого толка. Неужели я стал таким циником? Ну не могу я себе представить с мужиком 46 лет. Не могу. Не хочу в контексте. Нет, нет, нет. Почему я должен идти на какие-то компромиссы уже самим с собой, да? А то, что он думает про меня, ну, наверное, любовь. Не знаю, да? А может быть и нет. А может быть холодный расчет. Мне плевать. В итоге каждый получает то, что хочет. Но вот эта вот история по расчету, ну, наверное, все-таки лучше по расчету. Если слушать ваше мнение, давайте пообщаемся в комментариях. Прошу прощения, вчера не было сплетен. У папочек сплетников тоже иногда нужно отдохнуть. В любом случае, я вас всех обожаю. Спасибо всем за подписки, за комментарии, за лайки. Спасибо всем за донаты. Вы можете кинуть донат через суперспасибо, через бустики, да, через бустики, но всегда получаете видео поздравления специально для вас записано. А вообще отправляйте свои донаты в местный приют для бездомных животных. А в случае с папочкой сплетников, если вы просто не пропустите пару реклам от YouTube на канале, вы очень поможете мне произвести видео на этом канале каждый ваш день. Я вас всех обожаю, сплетники. Спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»